Добрый день, друзья! Сегодня я хотел поговорить на одну, ну, интересную тему, надеюсь, для вас. Это о критике-критикантах. Перед этим скажу слова, которые мне сказал мой тесть. Мне они очень понравились и запали в душу. Он говорит, не будь как муха, которая среди всего многообразия прекрасного мира, садится на говно. Он, будь как пчелка, которая говном летает, а пыльцу с цветочков собирает. Так вот, друзья, я пощу разных своих друзей. Все, кого я пощу, это мои какие-то знакомые или живые, или онлайн-знакомые, с которыми я знаком по сети. И я считаю их людьми достойными, достойными, чтобы выложить, что они демонстрируют какие-то интересные вещи. Какую-то работу, плод своего многолетнего труда зачастую, который он достоин внимания. Так вот, к мухам и пчелкам. Друзья, я, по сути, самолучка и учился по интернету. Я не смотрел это, то есть не то, что не смотрел. Не было у меня такого тренера, который на протяжении 10 лет меня тренировал и вел. Я брал то, что мне интересно. Вот, благодаря своему аналитическому складу ума, у меня делать выводы. К примеру, недавно я встретился со своим знакомым Батразом Кибиловым. Очень сильный человек. Ну, узкоспециализированный. Он не то, что разносторонний. Друзья, это тот человек, который уже почти догнул проток роднэйл. Голыми руками. Кто знает, что такое роднэйл, я думаю, тот поймет. Это в теме видео еще в интернете, в мире еще есть якобы легенда, что кто-то это сделал, но чтобы это было запечатлено, на видео еще такого нет. Батраз уже рядом, я думаю, он скоро его догнет. Я посмотрел на руки человека, на ладони. Они все в шрамах. Я вижу труд человека. Я вижу то, что его специализация, его путь, назовем это спорт, он в нем достиг какой-то глубины, какой-то мудрости. Да? В этих сгибаниях, в тягах на пальцах. Он мастер в этом гилье. И он мне показал замечательное упражнение на пронацию, супинацию, гильку, говорит, берешь задушку и поехал работать. Я попробовал, думаю, у меня это классное упражнение. Понимаете, упражнение в нем, скорее, это не просто какая-то, ну, что, гилью, делай, накручешь. Целая глубина. Делай его 5-10 лет, и тебе открывается суть вещей, да? Зачем это делать? Я научился у человека, научился чего-то у него, там, у других своих товарищей. Смотрел там передачи Бадюка, очень интересная, про Мурю Фигаона. И я уже неоднократно говорил, что благодаря этим передачам я стал привлекаться набивкой. Сегодня вы видели в ролике, я там лупил свою макевару. Друзья, она настолько жесткая, настолько твердая, что, может быть, не всем понятно. Вы говорите, мешок, нам руки разобьешь. Да, не разобью руки, потому что мой спортивный пульт насчитывается больше 20 лет. И из них 5-7, не помню, сколько лет. Но я бью эти руки, я их укрепляю. И неужели вы думаете, что за 20 лет, если бы это было критично, вредно, опасно, я, наверное, уже был бы без рук. Но это моя уникальность. То, в чем я решил углубиться, специализироваться. Возвращаясь к теме критиков. Зачастую это люди в 99,9% у которых закрытый аккаунт в Инстаграме, да, или нет видео об их работе. Моя просьба, друзья, если вы критикуете, пожалуйста, имейте в наличии у себя на страничке видео, как вы это делаете. Приведу еще замечательные слова другому товарищу, Андрею Кочергина. Критикуешь, предлагаешь, исполняешь, исполняешь, отвечаешь. То есть такая последовательность. Если критикуете, предложите свое. Покажите. Но не стоит этого делать, если я не могу найти ваше видео и посмотреть, достаточно ли вы компетентно или имеете право на критику. Ну, понятно, что каждый волен читать, как он хочет. Так вот, друзья, я навряд ли когда-нибудь выложу какого-то уникального человека совершенно во всем, с атлетичным сложением, с идеальной техникой удара, с невероятной силой, с жимом Кирилла Сарыча, с скоростью Сейна Болта, ну и прочее, прочее. Но я выкладываю тех людей, которые имеют изюмение. Вот. И не оценивать их, не стоит их оценивать, не стоит их оценивать столь критично, как это дают судьи на олимпийских играх, гимнастках, допустим, говорят. Ну, надо попроще. Я думаю, это вы поняли мою мысль. То есть, не как муфи, а как пчелки. Я считаю, тот контент, который выкладывал, полезен. Слава Богу, у меня нет в Инстаграме ни одной жопы и сиси, таких женщин привлекательных, синологических, которые постят свои части тела, вот, обнаженными и пишут умные мысли. Ну, фотографируйте свой лоб, широкий лоб и пишите умные мысли. Зачем сиськи или жопа? Я рад то, что у меня нет этого мусора, на мой взгляд, да, я считаю это мусором. Вот. А есть какие-то такие правильные пацаны, ребята, мужики, взрослые, которые фанатично занимаются своим делом, спортом. Кто-то тренер, кто-то там боец, кто-то просто энтузиаст, как я, например. Вот. И еще такой вопрос у меня спрашивают, как тренируюсь, или... Ну, есть такие, да, безумцы, которым интересно и кажется, что я чего-то добился. Друзья, нету методики у меня какой-то... Проснулся, проснулся, ел-то и потренировался, да, спортзал-то у меня в доме. Но вот то, что я выкладываю в своем инстаграме почти каждый день, это и есть моя методика. Вот там бью макевару, он же сегодня бью макевару, бью тарко, бью кирпичи. Это и есть, значит, моя методика. Поднимаю дерево. Все какие-то значимые ключевые упражнения я обязательно, как нарцисс, сниму, выложу. То есть, посмотрите мой инстаграм, поймете мою методику. Посмотрите друг посты того, кого я бочу, и поймете, у кого я учусь. Еще я подчеркиваю. Вот. Вот и все. Посмотрите фриков, которые я выкладываю, и не ходите к ним на тренировки. Не стоит. Просто улыбнитесь. Друзья, всем удачи, успехов, без травм. Прочие билиберды и спорт не бывают без травм. Замечательные слова Константина Константинова, Царство Ему Небесное. Великий был человек великого ума, великого сердца. А в чуме спросите величие. Кто-то пишет. Спорт, коленчил, химинчил. Друзья, дело не в этом. Дело в силе человека. Дух, духовный или душевный, не суть важна. Вы понимаете, что его слова не расходились с делами. Вот это главное. Слова не расходились с делами. Он как говорил, так он и прожил. Для меня это большая сила и большое уважение к человеку, которая оставила себе такой светлый след в истории спорта. Удачи! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok